Для Иванова с его уже вековой историей высшей школы День студента – событие особенное. На сегодняшний день в областном центре 37 различных образовательных организаций, в которых обучаются 17 тысяч человек. Главные традиции всех ивановских студентов – не один десяток лет. Вот и на этот раз у часовни Александра Невского прошел молебен, посвященный Дню памяти святой мученицы Татьяны. Еще молимся о всех учащих и учащихся, и же усовершить их духа разума, духа премудрости, Господу помолимся. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Для многих обязательный ритуал перед зимней сессией – осветить зачетку. Вот и на этот раз уповающих к высшим силам немало. Уже ежегодная традиция, третий год подряд уже выходим всем нашим вузам, нашей командой, так скажем. Вроде пока работает традиция, сдаю все хорошо, успешно, стараюсь, по крайней мере, да. Но на самом деле, я думаю, тут 50 на 50. Все-таки надо и на себя рассчитывать, и готовиться к учебе, и к предметам тоже. Нельзя полностью рассчитывать на святую воду, к сожалению. Есть традиции общегородские, но в каждом вузе этот день стараются отметить как-то по-особенному. В политехе пятый год подряд Татьянин день проходит за стаканом медовухи. Безалкогольные, естественно. Ректор не против студенческих традиций. У молодой энергии ведь должен быть выплеск. Очень важно поддерживать дух именно российских традиций. Я думаю, что у нас уже достаточно много традиций западных, которые пришли с вхождением российских вузов в баллонский процесс. Но сегодня, наверное, как никогда актуально вспомнить и о наших русских замечательных традициях. И такие праздники, они делают студентов единым сообществом. Это связано с тем, что желают удачи на предстоящей сессии. Так уже вышло в этот раз, что у нас она подходит к концу. Но, тем не менее, ректор всегда с радостью желает нам удачи, успехов в этом. Специально для особо суеверных в ВУЗе установили новый арт-объект. Ту самую форточку, в которую по студенческим поверьям можно накликать удачу на сессии. Главное – громко позвать. Добро пожаловать!